Здравствуйте! Я хотел бы сегодня сделать несколько заявлений, которые касаются нашей совместной деятельности. Первое. Мы должны все понимать, что мир в целом, ну и естественная Россия, вступили в совершенно новый период, который связан с решением проблем управления. По нашему представлению, это было всегда. Управление осуществлялось с использованием на сферы, в которой принимали участие различные... Что такое на сферы? Это множество эгрегоров. Теперь уже всем понятно, что эгрегоры, они могут быть очень разные, религиозные, профессиональные, но все это связано с тем, что в на сфере имеет место, ну, своя иерархия управления. Вот как на земле есть иерархия, так и в на сфере. Еще в 1994 году я обсуждал этот вопрос с родоначальником наших представлений о торсионных полях Акимовым Анатолиевым Евгеньевичем. Сейчас этот вопрос будет вставать все более остро. В чем его суть? Что такое на сфера? На материальном уровне, информационном и алгоритмическом. То есть, когда мы говорим о тридинской материи информации и меры, то это имеет место и в на сфере. В далекой древности, когда те, кто занимался по их представлению глобальным управлением, и те, кто сформировал Библию, конечно, они не жили в столетии, как об этом пытается говорить инсайдер. Они жили так же, как живут обычные люди. Поэтому здесь надо нам понять, что такое все-таки глобальный предиктор. Вот та статья, которая появилась в Молодой Гвардии в феврале 90-х года «Концептуальная власть, миф или реальность» она просто перестроенная или переназванная авторами, или вернее даже редакцией журнала «Молодая Гвардия». Хотя она поступила как совершенно по другим названиям. Для чего быть науке в 21 веке? То есть была тогда академическая газета «Поиск», и в ней были поставлены вопросы для всех университетов страны. Какой быть науке в 21 веке? Изменив постановку вопроса на «Для чего быть науке в 21 веке?» и получилась вот эта вот записка, которая потом редакцией журнала «Молодой Гвардии» была названа «Концептуальная власть. Миф или реальность?» Но изучая, в общем-то, работу редакции «Молодой Гвардии» и то, что никаких откликов на статью не последовало, то стало понятно, что в 90-м году, то есть 27 лет назад, никакого представления о концептуальной власти тогда не было. Хотя там обозначены были приоритеты обобщенных средств управления. Вот теперь нам надо разобраться, а что же такое глобальный предиктор, что он из себя представляет. Как этот глобальный предиктор управлял и управляет ли он? Анализ происшедшего за многие столетия показал, что так называемый глобальный предиктор не поднялся до понимания полной функции управления. Но этого понимания нет ни у кого из руководителей стран Запада и Востока. Хотя даже для тех, кто немножко знаком с понятийным аппаратом достаточно общей территории управления, понятие полной функции управления уже обыденная вещь. если нет в аппарате управленцев понимания полной функции управления, то не может быть и понятия глобального исторического процесса. и об этом говорят сейчас все события, которые происходят в мире. Я не буду перечислять их, потому что это заняло бы много времени, но я просто призываю всех, кто интересуется проблемами, затронутыми в концепции общественной безопасности, подумать над этими проблемами, как идет управление, через насферу с использованием достаточно общей теории управления и последнего раздела ее теории суперсистем. Вот такова постановка задачи. Это первое. Второе, с чем бы я хотел обратиться, особенно к нашей молодежи, тех, кто интересуется опять же проблемами, затронутыми в концепции общественной безопасности, это проблемы перевода. То есть сейчас меня особенно удивило вот последнее интервью, которое мне пришлось давать иранскому журналисту или журналисту из Ирана. Я не совсем понял причину, почему публика так возбудилась на этот счет. Потом постепенно при общении с теми, кто это записывал нашим товарищем, я понял, что просто впервые вот речь прямая синхронно переводилась на английский, хотя нужен был синхронный перевод на фарси. У нас была еще одна запись 21 апреля этого года, когда из Ирана приехала целая команда журналистов иранского телевидения. Она тоже длилась порядка двух часов. И все это ставит нас всех перед вопросом. Внутренние предиктор СССР представителем которого я являюсь сразу заявил о своем понимании глобального уровня ответственности. Если вспомнить сколько было к нам претензий, почему мы не сразу выложили разгарантизацию, почему после первой редакции мертвой воды 92 года последовали новой редакции и 98 2004 года претензии были такого рода мы что-то скрываем мы почему-то не хотим дать разгерметизацию а последующей редакции мертвой воды они страдают обрезанием дописыванием ну у меня всегда вопрос к таким контролерам покажите где конкретно что-то мы ну неадекватно дописали естественно мы живем все в процессе мы тоже в развитии и естественно что появляются новые вещи об этом говорят 65 книг написанных после появления мертвой воды и в новых редакциях естественно все вещи которые не вошли в первую редакцию они появлялись в последующих редакциях ну а то что разгерметизация появилась значительно позднее даже первой редакции мертвой воды в этом тоже неплохо мы вначале хотели сделать корректировки разгерметизации но потом поняли что это не имеет смысла пусть останется для тех кто изучает этот процесс представление как шел этот процесс поэтому я вот хотел бы призвать молодежь особенно тех кто изучает языки начать полномерный перевод материалов концепции общественной безопасности дело в том что на основе концепции общественной безопасности сейчас формируется и он уже сформировался за эти 25 лет эгрегор альтернативно объемлющий по отношению к Библии концепции и от того как мы будем распространять эту информацию то есть от того как будет идти перевод на многие языки ну будет идти с большей или меньшей скоростью процесс прохождения в обществе концепции общественной безопасности сейчас естественно встанет следующий вопрос почему наука не приняла понятие иносфера что такое иносфера и хотя об этом много написано тем не менее надо подумать и всем участникам этого процесса второе неизбежно возникнет вопрос о локализации этой иносферы в 94 году было обсуждение этой проблемы то есть человечество примерно представляет локализацию стратосферы иносферы поясов аналина но ведь никто не может представить а где располагаются электромагнитные волны или гравитационные волны они везде то же самое с ноосферой и что такое ноосфера это итог интеллектуальной деятельности всего человечества именно всего и хотя по типам строя психики человечество делится на животных зомби демонов и человеков но естественно что на сфере выстроенной иерархии на вершине этой иерархии человечный тип строя психики и мы полагаем что именно человечному типу строя психики соответствует достаточно общей теории теории управления с ее последним разделом теории суперсистем а если это так то та теория управления которая занимает в иерархии самое высокое положение она становится обязательной для всех ниже стоящих типу строя психики и поэтому не так уж важно кто из политического руководства той или иной страны не понимает или не принимает или игнорирует эту информацию им придется следовать алгоритмике изложенной в этой информации в теории суперсистем те кто пытались ее изучать есть начальное представление о суперсистеме это элемент суперсистемы и суперсистема в целом потом показано как в зависимости от различных факторов территориальных энергетических они неравномерны по земному шару вот возникали региональные центры управления как сформировался многорегиональный межрегиональный конгломерат и как формировался многорегиональный блок со своими центрами управления если сейчас посмотреть на этот процесс то мы находимся в самом конце его а последний раздел теории суперсистем говорит о том что рано или поздно после столкновения межрегионального конгломерата с блоком многорегиональным который конгломератом воспринимался как просто очередной конгломерат что после того как он раздробил на осколки обломки и поглощал это конечно хотя это абстракции но можно придать этой абстракции конкретные представления он поглощал вот эти осколки вместе дефективными векторами цели потому что пока был многорегиональный блок а это Советский Союз страны народной демократии Восточной Европы то идентифицировать потенциальный вектор целей было очень сложно но как только началось разрушение этого многорегионального блока то сразу оказалось возможным и были идентифицированы не только вектора потенциального вектора целей но и дефекты векторе целей вот этого блока так вот межрегиональный конгломерат поглотив осколки многорегионального блока поглотил вместе с ними и дефективные вектора целей этот процесс заработал сейчас мы будем свидетелями того как страны Балтии восточная Германия бывшие страны народной демократии начнут что-то понимать происходящее мы видим что когда разрушался многорегиональный блок вместе с Советским Союзом Евросоюз формировал и упрощнял свой межрегиональный конгломерат а теперь когда появились тенденции восстановления хотя в прежних границах это невозможно будет границы будут меняться расширяться но истерика на Западе их страшит именно восстановление они боятся что восстановится Советский Союз они не того боятся то что восстановится будет круче Советского Союза вот поэтому я и призываю всех кто изучает языки кто становится профессионалами в переводах потому что профессиональных переводчиков бессмысленно задействовать на это дело они то и есть подставные лошади просвещения а вот переводчики любители могут сделать очень много есть группа ВКонтакте которая собирает переводчиков и которые уже занимаются решением этой проблемы в качестве примера работы с другими странами я хочу сказать несколько слов об успешной деятельности наших товарищей которые работают с Ираном ну я сам посмотрел вот это запись интервью с иранским журналистом но мало этого в Иране в Тегеранском университете на факультете изучения иностранных языков выпускают журнал на русском языке он так называется «Довый путь» вот у меня здесь номер один журнал на русском языке Тегеранский университет факультет иностранных языков и литературы и видите здесь уже появилась статья она конечно на русском но писал-то ее человек гражданин Ирана который владеет Фарси и что говорит статья она аллерванты но будут статьи о Пушкине и скучно и грустно и некому руку подать нам надо сделать так чтобы можно было подать руку всем представителям изучающим материалы концепции в любой стране армей полет т в